Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В только что прозвучавшем евангельском благовестии мы слышали с вами удивительные слова, которые нельзя пропустить ни одному верующему человеку. Иногда читающий Евангелие останавливается на самых главных прочитанных местах. И вот сегодня из услышанного мне хотелось бы выделить самое главное, что сказал для нас Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Как важно нам с вами отобразить эти слова на скрижалях собственных сердец. Если Христос будет в нашем сердце, то наша жизнь будет день от дня преображаться. Это не значит, что она будет лучше экономически, политически, семейно, хотя тот, кто обращается ко Христу, преображает все вокруг себя. Но мы с вами должны, словно по примеру, зеркало. Как говорил Григорий Задонский, «Зеркало, если обращается к небу, небо в нем и отражается. А если зеркало направить к земле, в зеркале отобразится земля». Вот так и сердце человека. К чему оно обращается, то в нем и отображается. И если мы с вами в горе имеем сердца, если мы с вами обращаем свое сердце к небу, куда вознесся Христос и сидит одесную Бога Отца, то и небесное отображается в нас, а небо в нас – это Христос, который открыл нам путь в царство Отца Своего. Если же мы только думаем о земном, что будем есть, что пить, во что одеваться, то мы все теряем. И небесное, и земное от нас удаляется. Хотелось бы привести вам в сегодняшний день замечательные слова святителя Николая Сербского Велимировича. Он говорил, «Отношение между человеком и человеком напрямую зависит от отношения человека с Богом, при нарушении последних неминуемо разрушается и первым». Давайте мы вникнем в глубину этой фразы святителя Николая. «А как выстроить человеку отношения с семьей, своей женой или мужем? Если человек не обращается сердцем к небу, к Богу, ко Христу, то он видит только себя, свои потребности. Как часто мы слышим, особенно к нам, к священникам, подходят люди и говорят, как жены, так и мужья. Жена меня не понимает. Мы говорим на разных языках. Мы удаляемся друг от друга с каждым годом. Почему? Да потому что друг в друге мы хотим видеть себя. Но муж в жене себя никогда не увидит. Равно как и жене, в мужа себя узнать никогда нельзя. Мы совершенно разные. Вот почему, если люди не понимают, что вместе идущие к Богу могут прижиться, притереться, так сложиться, так сочетаться, что будут одним целым, как сказал Христос. То, что Бог сочетал человек, да не разлучает. И этими словами семейные люди согреваются и преодолевают всякую ссору, всякий скандал, всякие обиды, всякие саможелания. Почему? Потому что они руководствуются светом евангельской истины, словом Иисуса Христа, который для них есть и путь, и истина, и жизнь. А без этой рекомендации самого Христа невозможно сохранить отношения между людьми. Да и как можно выстроить между людьми отношения без Бога? Мы видим, как тут что-нибудь не так, как сразу поднимается буря волнений, как в семье, так в обществе, в стране. Потому что там, где нет Бога, там нет мира. Потому что Бог есть любовь. И если нет Бога, любви, в семье, в обществе, то там вражда и все худое, всякое неустройство. Там все обращено, как зеркалом к земле. Небо в этом зеркале души своей не увидишь. Вот потому, если мы обратим свой взор к истории Ветхого Завета, то мы найдем там очень хорошее подтверждение вышесказанному. Вавилон. Что это за башня? Что это за люди, которые решили построить башню выше Бога? Это был такой человеческий бунт. Мы можем прожить без тебя. И чем это все закончилось? Все это закончилось тем, что люди перестали понимать друг друга. Бог смешал их языки. И они не понимали друг друга. Вот точно так и в семье. Если люди строят дом своей семьи, как Вавилон, без Бога, без Христа, без церкви, без таинств, без молитвы, без совместного чтения Евангелия. Это Вавилон, который рано или поздно, по примеру этого строительства, будет разрушен. Люди перестанут понимать друг друга. Вот почему иногда, когда мы беседуем с людьми с раздором в семье, я часто стараюсь привести именно этот пример. Вы помните, что случилось, когда люди без Бога строили сооружение? Да, они перестали понимать друг друга. Вот, дорогие братья и сестры, о чем нам нужно задуматься, когда мы строим свой дом жизни. Причем это, напомню, по словам святителя Николая Сербского, касается не только семейных отношений, это отношения между людьми. Вот сегодня стоят в храме люди, которые, встречаясь, приветствуют друг друга. Я вижу, как вы, приходя в храм, улыбаетесь друг другу. Как вы радуетесь этой встрече. Как одна большая семья это всегда радует. Почему? Потому что наши отношения, прежде всего, объединяют нас с Богом. И Бог объединяет нас вокруг своей церкви. Это делает нашу общину сильной, крепкой, которая готова помогать друг другу в самую трудную минуту нашей жизни. Вот почему, если общество строит отношения на фундаменте закона, экономики, жестких правовых отношений, вплоть до уголовных, там нет места Богу. Тот же святитель Николай говорил, если мать любит ребенка, она исполняет гораздо больше, чем обязана по закону. Или, может быть, она готова бы исполнить свои непосредственные обязанности. Но если ослабевает любовь, то вступает в силу ответственности. Если ослабевает ответственность, то вступает в силу закон. Какое тоже простое и очень легко применимое к собственной жизни правило. Если человек любит жену, страну, общество, в котором он живет, он больше сделает, чем он обязан. Или должен по закону, или по уголовному кодексу. Он делает, потому что боится попасть в тюрьму. Нет, он делает это от любви. Это помогает ему жить и получать от этого радость. Потому что в сердце его отображается Христос, Солнце, Правды, Бог наш. И он делает это ради Бога, ради людей, ради славы имени Господня. Но если он забывает о любви, как-то мать, которая может забыть о своей любви к детям, к мужу, может делать только то, что обязана. Ну, обязана покормить. Вон там в холодильнике еда, откройте, поешьте. То есть, тоже такие некие отношения на ступень ниже. А если и эти отношения, мы знаем с вами, что сегодня и родители иногда не хотят воспитывать своих детей. И если здесь не будет отношений между детьми и Богом, то и здесь все разрушится. Итак, дорогие, мне хотелось бы сегодня, напоминая об этой фразе, что без Бога не до порога говорили наши предки. «Без меня ничего же творить и не можете», — сказал Иисус Христос. Вот почему давайте и мы с вами строить свои отношения в семье, в приходе, там, где мы трудимся, работаем, прежде всего на фундаменте веры в Бога, чтобы не разрушались наши понимания, наш язык, и люди не были по ту сторону наших отношений. А наоборот, тогда, когда мы с Богом, мы понимаем друг друга, мы откликаемся на просьбу друг друга, мы спешим на помощь друг другу, потому что мы любим Бога, который завещал нам любить ближних, как самого себя. А потому, дорогие, давайте поймем сегодня самый главный закон нашего счастья — жить с Богом. Жить с Богом, который всегда рядом с нами, никак уже отлучаясь, но пребывая неотступно и вопия любящим Его. Я с вами во все дни до скончания века. Сегодня Кондак передает эти удивительные слова на церковно-славянском языке. Аз есм с вами, и никто же на вы, и никто не сможет разорить вашего супружеского счастья, потому что Бог будет в вашей семье, любовь будет с вами. И если мы говорим, живет в вашей семье Бог, мы спрашиваем, а любовь между вами есть? И если человек отвечает «да», мы любим друг друга, значит, не сомневайся, в вашей семье живет Бог. Если в приходе есть любовь, не спрашивайте, будут ли помогать они друг другу, будут ли они собираться на богослужение, будут, потому что они любят Бога, который есть любовь, и без любви тяжело человеку в мире прожить. Да и как на свете без любви прожить? И если Бог есть любовь, то как же без Бога прожить эту земную жизнь, только оборачиваясь как зеркало, к земле, к болоту, к грязи? Давайте же развернем зеркало нашей души к небу, и узнаем, и поймем, что там наш Небесный Отец, там наша Родина, там наше все, там Христос Одесную, Который снова придет судить живых и мертвых, и Его же Царствию не будет конца. А потому давайте, дорогие, почаще напоминать себе эти слова, которые сегодня Святая Церковь предложила для нашего с вами спасения. Те слова, которые сегодня произнес апостол Иоанн Богослов, а эти слова были прочитаны во всех Божьих храмах мира. Пусть эти слова согревают нас в трудную минуту, пусть они дают нам силу преодолевать трудности нашей жизни. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога, и посланного тобою, и Иисуса Христа, Которому с Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Продолжение следует...